привет вас амиго сыгрей на лафаэд продолжается ордер да и мы проникли проникаем на агамем нон как обычный ну здесь картинка конечно такси вот что там все совсем уж расплылось на заднем плане никакой эпичности никакой красивости но из-за из нынешней консольки больше выжить было невозможно кто-то вспомнил даже rus on the rim тоже неплохая по графике игра до двухлетней до давности но это в разы в разы лучше смотрится меня спуск по веревке что спуститься блять он это должен был сделать на заставке по моему то есть тут геймплей это в спуске никакого нет почему меня заставляют это делать я понимаю если бы это была часть геймплея скалолазание что я бы там всю игру где-то зацеплялся закреплялся скакал на этой веревке так нет единичный случай я уверен что второй раз мне не придется спускаться по дверю не по какой вернет давай прорезай дырку полезли в баллон гелием подышим а еще я чую я я просто не понимаю где здесь заставки где я играю ты персиваль или ты спайдермен нихрена ты матер распрыгнул интересно с какой скоростью летал дирижабль в километрах вот такой здоровый цепелин и цепелин да снимайте снаряжение галахат вы должны захватить кабину без шума вас понял я понял что за оружие ему дали глушитель наверное он же тесли говорил что можно ли применять силу громко стреляет у нас нет времени разбираться кто заговорщик а кто простой охранник нам не впервой работать без страховки это так однако мы собираемся угнать флагман объединенной индийской компании все ясно тогда идем себастья я должен спросить кто тот старик вы говорили в на эфире у отчетали старик долгая история я поведу ее вам когда придет время во второй части игры здесь вы знаете что делать совету совсем не по нраву ваша своеволе орден сильно изменился это уже не раз говори грейсон сколько имен у главного героя понять не могу время а грейс сокращенно от грейсон они перестали звать по фамилии я до сих пор не привык маркиз мадемуазель может абсолютно не волноваться клянусь буду ним как могила даже моя попка будет пускать лишь шептунчики видно поспешим дождитесь моего сигнала мля внешне он чисто маковой вот просто маковой а говорит он как правильно заметили как этот night hound когда он был в этом в x-men ах ну черт этот блять телепортатор реки 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 мару ну давай я должен просто проконтролировать как они залезли а теперь мы пойдем до захватите кабину и ждите указать все это так еще раз кивнешь и сотрясение мозга заработаешь если он у тебя вообще есть ты думаешь я в уши и пусть что ли мы вошли это магнитный замок ищем блок управления не как раз он в двух шагах ай приблуда ай гаджет какой как у бэтмена вообще-то это работа для механика уж точно не моё дело дело не моё но я им займусь а что-то я выстрелов-то не слышу не в рации не слышу не просто не слышу и думаю что здесь такое шумоподавление классно без шумно устранить охранника провод оборвался он один да ни хрена я спецназовец вообще-то горел же треугольник чем делал то блять что это было а надо когда кружочек именно понятно отличное обучение этот урок стоил мне жизни это объявление для тех кто не знает куда они летят ебать на лошади скакать быстрее на трех ногой сука интересно когда они мне мне как или они вот куда смывали на голову счастливцев которые оказались в этот момент внизу бля как у как как здесь он перестал ходить как радикулитный дед ну камон давай бегом 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 мы слишком замешкались да 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 давай захватываем спецназ ее величество камон мы предки джеймса бонда с охранником может быть трудно придется импровизировать с охранником может быть трудно вы рыцари или хрен собачий ой смотрите это шка это же салон первого класса и никого нету на борту кого он там приветствовал если тут одни охранники и пилоты гранату а дымовую сигналю 3 2 замерли кстати об облаках дают осечки примерно 50 на 50 они проще было открыть дверь их просто застрелить в щелку вот этим заниматься что это блять пилот это им что сделали может они просто выполняли свою работу не знать могли не угоняем в турцию на хуй лафает останется у штурвала как там у вас больная зала понял извещу как только закончу разведку гибать титаник небесный все время держать руку на убили предоставьте это мне да выглядит все конечно так что я бы наверное скорее согласился чтобы мне ногу отрубили чем на этом полетела я просто не знаю он я смотрю на это все мне кажется что он летает исключительно с помощью магии как это куча говна могла воздух взлетать вообще непонятно не ну баллон пропеллеры окей ладно допустим но вообще как-то раз один дирижабль рухнул есть даже видеозапись он сгорел просто быстрее чем спичный коробок но и люди в нем сгорели быстрее чем спички вот и думаете стоило ли летать на этих дирижаблях или ну его нахер есть же пароходы были тогда уже я думаю что в любое место если не дирижанцам так кораблем можно было морем добраться речками ну так происходило освоение неба уж уж сколько там вы первых летчиков на этих первых самолетах поразбивалась наверное вообще просто счету не поддается это количество там самолет это были епта из фанерки и молотка можно лучше на даче построить не считая двигателя всякие там восьмикрылые в ляху и дристики такие смотрите а что в чехле у нашего рыцаря за спиной у него что-то там припрятана какая-то хрень ты слышал говорят компания выставила стрелков блэк оле просто слухи все равно лучше не снова выставила стрелков я почему сразу вспоминаю какой-то фильм большой куш по-моему где кто выставил букмекерскую контору кажется так там говорили опа 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 периферическое зрение они не слышал как он свинорезом орудует а он наверно на скотобой не до этого работал пока его в орден не взяли летит отсюда сука хоть трупы бы прятать дали возможность сейчас случится небольшое палево походу а нет он передумал сюда идти он патрулирует столовую зад вперед зачем-то блять я наебался нет 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 ну почему сразу фэйл блять ну какого хрена то блять должно быть рукопашная схватка хули они меня убивают сразу дерьмо ты слышал говорят компания выставила стрелков блэк оле сука ебаные стелса блять кто их нахуй по придумал а блять чё ты тут ходишь то все пизда у меня бомбит нахуй ты блять пиздец всем стелсом ну где блять из терпения надо взять столько чтобы играть вот хуй ту сидишь в засаде ждешь пока бот мимо тебя пойдет для чтобы убить ебать сосраться а вот это геймплей нахуй да да убей меня еще 500 раз вообще-то блять разрешили открывать огонь на поражение но ебать главный герой слишком крут чтобы стрелять да у него и пистолет нет у него есть пистолет не зная хули он не стреляешь ибо она узко с блять окей стоим ждем бля как весело не правда ли заебательски пули ты делаешь еще вот эта тема что надо именно в кровь в кружок блять нажать не просто подошел на нужную дистанцию ударил а счетом кружочек какой-то бля прицел типа подбежала просто поторопился на тебе блять за всю херню дважды сука тебя убил двумя ударами на был с особой жестокостью ему ударов 50 блять нанести чтобы тебя если чё неадекватным признали чё это они решили сделать лорда гастингса что ли снять пробега высадить его как без билетника с высоты что через очередная новейшее приобретение дискомпании звали захватывать блять в очередной раз восхищаюсь локализацией и локализации игры которые продавали в россии за 4000 рублей который блять ну на всю игру наверно ну газет 5 может 6 это их лень переводить было добросовестный разработчик вот ничего не скажешь фойе больные залы воздушное судно агаминон о да это же этот сука брат нашей бабы персиваль дело осложняется на борту лукан да он же говорит что полетит что тут делает команду кажется пока все идет гладко да сэр лукан все в порядке да мы уже завалили блять человек 10 хорошо оттуда курс на америку он должен был провожать лордов до нашей границы может сообщить ему что происходит и привлечь внимание повстанцев галлахат прав алистер будет недоволен что его не предупредили переводится пока рано вдруг он перебил он даже может оказать нам поддержку действуем по плану понял сообщу когда найду позицию и все идет по плану так все таки что у него там в чехле что-то с глушаком должно быть по ходу я хули он тогда раньше бля не достал и не убивал всех оаа снайперка наверно с глушителем он тесли тогда говорил про нее говорит что-то громко она стреляет у тебя ну да смотрите разборная их ты блять давай свдху собери да лукан сейчас оба сырется походу вы не должны стрелять пока мы не укажем цель хули указывать ее видно охранники без опознавательных знаков на униформах солдат из вайчапала не было наплечных нашивок да держите в курсе ну уже повернись блять я последний раз такую миссию видел в хитмане где надо было генерала распознать по описанию вижу нашивку охранник рядом с гастингсом свой вот это синяя залупа это нашивка да нашивки нет персиваль на первом этаже повстанец они тупые что ли сами продолжайте поиски нашивка персиваль охранник на лестнице настоящий хорошо ищите что ж ты не тем плечом повернулся это последний проклятье нашивки нет на балконе напротив повстанец вас понял проверьте всех на единого это был последний хорошо уничтожайте любую угрозу принято все оу ей заряжена добрый охот один есть остался еще один хэдшот хэдшот сучка повстанцы вытащите гастингса убедите его охуяная реакция у тебя боец персиваль цель убита идут повстанцы не нужна поддержка какая цель убита принято направляемся к вам блять а раньше они где были я вижу откуда они вылезают держите их любой ценой сука он так медленно вел блять своей винтовкой блять ну деревяшку да ёбаный ты хули у тебя руки как с будуна трясутся заебанец ты блять блять сука где такого снайпера нашли а наверное это он блять павел ростовцев это ты блять признавайся сука где ж твои лыжи косоручка павел ростовцев если кто забыл это крайне блять криворукий российский биатлонист бегал он быстро но ебать стрелял как будто с глазами закрытыми блять не дохуя их тут блять эта винтовка вообще ничего не пробивает я прикрываю а польза а давайте сука тут повстанцев больше чем экипажа по моему охуенные стрелки только руки блять высовывают блять блять какая а сука везучая слышь ковбой мальборо все нет саре еще где то и у них тоже с глушителем пушки какая то перестрелка шепотом блять 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 ну ты посори а я застрелил его в локоть почему то дымовая граната тут на столе лежит кто-то из гостей с собой принес походу да и ствол тут оставил ой ёпты маузер что ну да хи а как спрыгнуть то а мне гнездно блять ты посори еще что ли пришли в этой игре такие перестрелки странные вот они локальные какие то приходишь на локацию начинается шутер ах ты пидорас ох нихуя нет это это this is not mauser this is первобытым узи ну камон пустите меня бля пацаны пустите меня нахуй пацаны за что вы меня бросили пацаны за что сука измена блять блять далеко сука пустите меня в убежище я блять тоже жить хочу суки и воевать один не подписывался я заметил тут походу кроме лука на блять и этого как его графа которого мы спасаем все повстанцы хуясь он мне еще и нахер послал что-то что-то не проснулся дилетанты мне сейчас и дилетантов помощь пригодится я тут один ношусь как этот трупы то исчезают ой 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 что происходит сейчас мы все походу испаримся это еще что такое на переднем двигателе взорвалась бомба бойцы отступаем ах ты блять внимание на марту предводитель повстанцев да женщина из ватчапала индира ганди сука судя по точке на лбу не дайте ей уйти а больно приятный снайпер аварийный повторяю аварийный сам дурак ёпта всем пассажирам следовать по упадателям поддательным шлюпкам да шлюпка ты спасательная щас я иду иду вон делся блять неужели после пули в глаз человек еще успевает схватиться за голову только потом умирает выкинь его нахуй за борт зачем он нам нужен захватила она что куда идти то догоните предводительницу а вот охрана убивали уже хуяк а дымовая интересно что за спасательные капсулы как они выглядят как кабина туалета с парашютом или что тихо тихо мы же не видим что там куда ты идешь сейчас надуло пистолета блять наткнешься и это будет последнее что ты видишь в своей жизни ты сила я потерял цель продолжаю погоню оставить ведь этих шлюпков тут проблема гораздо серьезнее на борту осталось второе устройство чёрт ладно я возвращаюсь они куда не они они не к шлюпке что и шли может или тут их две одна в начале трое конце о и это по-вашему разумно мы не могли предвидеть подобных обстоятельств ваша миссия у вальчепеля была тайной и вдруг мне докладывают о многочисленных погибших и об уничтожении лондонского госпиталя теперь это разумеется я сдержу слово я возьму на себя всю ответственность за возможные последствия себастьян вы хоть понимаете что я не смогу оградить вас от гнева лорда канцлера или ордена ваш отец все поймет сейчас наша главная задача найти второе устройство до взрыва рыцари минутку внимания нам надо покинуть корабль пока еще не поздно сэр лукан проводит вас и организует эвакуацию мы продолжим поиски ситуации требует слаженных действий как я понимаю никто не хочет остаться на борту зачем вернемся как только сможем хрен бы с этим дирижаблем все он ушли помогите и назад в рубку нет я останусь с вами изи найдите лафаета и покиньте корабль я отвечаю за вас перед вашим братом идите все равно что я не знаю там ради меня с набором досок и молоточком бежать дырку на титанике заколачивать надеюсь ваш парашют не раскроется аллах бабах блядь мы быстрее бы дернул было бы картина ну что за хуйня нужно оружие тут рядом пост охраны возьмем оружие компании на какой хуй террористы уже сбежали нам надо бомбу искать нет возьмем оружие пиздец чего повстанцы отправить кого-нибудь взорвать второй заряд та женщина и ее сообщник сбежали чтобы привести в исполнение резервный клан наверняка согласен тогда забил мой музыкальный валик я буду здесь попробуйте попасть порядок эвакуации блять нам это надо инструкция и учебное пособие для экипажа агамена на глава 3 не забывайте пока вы находитесь на борту этого судна вы обязаны обеспечивать безопасность у пассажиров и груза любой ценой в чрезвычайных ситуациях высокобставленным лицам и другим выраженным пассажирам следует уделить внимание в первую очередь после этого вы должны обеспечить сохранность приоритетного груза в случае объявления полномасштабной эвакуации даже ложитесь командиру корабля для получения особых указаний сохраняйте спокойный вид чтобы не потревожить никого из пассажиров приказ об эвакуации для каждого из классов пассажиров по отдельности будет озвучен по системе громкой связи вы ни при каких обстоятельствах не должны покидать судно пока не получите явные указания что сотрудники компании могут быть эвакуированы в случае нарушения их предписаний к сотрудникам может быть применено дисциплинарное взыскание вплоть до расстрела на месте нихуя себе дисциплинарное взыскание в нашей бы госдуме так дисциплинарно взыскивали чё за закон ты принёс расстреляйте его на месте вот тогда бы куда меньше народу рвалось занимать депутатские места не так ли блин что блять набрали мандатов трусы берите что нужно и уходим конечно же нам нужно блять винтовка фальшон м2 теперь снайперка теперь снова винтовка фальшон м2 маузер почему я куда не подойду мне везде предлагают взять снайперку почему то что за говно квартир мейстер припас тут оружие на целую армию охранники компании редко действует добрым словом не понимаю почему компания разрешено иметь собственную армию потому что у них есть деньги на вере и могут быть повстанцы осторожно камон персиваль давай let's do it не мадаха а что а это тут стены из тряпок ёпты и все это чтобы убить одного человека так а чё они просто бомбу не взорвали зачем они а чё они раньше его не убили решительным действием в самом деле два киллера рядом с ним стояли выстрелили бы сразу это чересчур смело даже для них может вы правы но все равно мы должны ух палубу качает волна на море всем внимания просьба сохранять спокойствие повода для паники перехожу ко второму устройству максимум блять бегом к остальным сука падла блять поймаю убью стой стрелять буду стреляй глеб егорыч уйдут все все он умер умер вы блять их тут ебать какой нахуй дробовик персеваль ох ебать вот он дробовик да ладно дал бы похиляться пидарас ну что за ёб твою мать персеваль рак ебаный чё ж ты не прикрыл нахуй я ливую где шлюпка эвакуация я не буду с днищем играть рыцари бежим так а ну ка мы блять вот так вот перком с перка зашел на остальные оружие нас как бы не волнует да стрелок убит странно что человек после того как получил ранение наоборот вышел из своего укрытия мятежник убит все чисто мятежник пал слава дракону да блять ну что ты делаешь то ёб твою мать придурок блять увольте его из спецназа это какой-то хелл ну подождите подождите саритика так просили по трупам пострелять ну какая-то блять кровь на нем появляется но не там куда я стрелял только один раз походу какое устройство они там в готовность приводят а сучи дети цель уничтожена блять он за кастрюлей спрятался надо перезарядить в рукопашечку в рукопашечку в рукопашечку опа блять нехило увидели что пока вы пока я в рукопашечку в меня блять стреляли в это время видимо там пробрался грязные мрази где пробрался что пробрался куда нам а хуя ты геркулес можете пройти вроде да самсон блять такую балку не удержал бы а он держал балку и не плохую пиздец персику не жив смотри нас едва не убила мой друг англия на пенсии его не сэкономит оставьте должен быть другой путь нет времени идите без меня я попробую в обход не теряйте цель не хочу я один жопой рисковать что значит блять идите без меня вы мне столько не платите вы вообще мне платите я вот не знаю нахуй о чё там фоточка ну заебись это то что сейчас то что и надо было посмотреть фотка двух поваров чё написано вы уроды по моему да что это такое щас щас я такую фотку увидел с голой бабой нет круче с поварами галахард ёб твою мать грей галахард о что это у нас ох ты блять мы падаем мы падаем сука красиво тут пиздец как на титанике да не отбиваться серьезней ой ухо блять как долго вы сможете удерживать судно недолго блять о блять а блять пиздец опять этот человек в железной маске напал да ёбаный нас сайт а чё же он последним вышел то танковал бы тогда для своей пачки ублюдом блять вот кончалыга блять а да лапаэт что происходит полгода не отрывается тарионей как долго вы сможете удерживать судно недолго начать сделайте что сможете маркиз дайте нам хоть пару минут я понял прямо здесь бей его нахуй блять блять как кто там нахуй названивает я убил его как ахиллеса в копыта блять застрелил патронов нету блять сука да нахуй надо было так жить ну что ползи 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 борись зажить борись микстуру микстуру пей давай чё блять похиляемся ёпта воевать будем нахуй блять блять настырные какие а в каютах были по станции нейтрализовал их и продолжаю преследование я понял направляюсь на нос корабля да 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 позвони еще пять минут может я возьму не бросай трубку будь настойчив стой на своем молодец еще еще блять такой рингтон пиздатый у меня на старом телефоне наконец да выключить вообще к херам собачьим кто на старый номер может звонить блять кроме бывшей да никто ну чё блять все позакрывали куда мне идти то алло подождите-ка что а макет кораблика я думал может пушка какая казино у них тут и в карт они тут играли да чё б таким с таким люк с комфортом и не полетать ох ни хрена смотрите у меня какой обрез с тремя стволами блять он стреляет всеми тремя разом что за блять оружие в этой игре да прегай сука террорюга не стрелять его надо остановить без разговоров давайте ноги ему прострелим послушай меня сынок сдавайся прошу вы не знаете с кем связались тамбовский волк тебе сынок и мы мы ваш враг так докажи прекрати это безумие нет и позволить компании оставаться без наказанной не бойся нет не останется поздно поздно Себастьян друг прошу не делай этого не друг я тебе гнида бородатая ну это это у него бомба в рюкзаке рванула что ли или что сейчас персиваль наверно жидкий как терминатор т-1000 блять по стенке стекает нам поможет доктор мом давай в любой непонятной ситуации о чем мы с собой литровую флягу не носим кули нам эти граммы о чем мы с тобой уже приземлились что блин лучше потихоньку когда он бежит это совсем комично смотрится блять достань пистолет добей бедолагу харин мы на него уложили на он туда походу нет там пиздец там только поджариваться пусть нервничает не отвечай блять я тут вы слышите правильно пусть нервничает как работала эта херовина я вообще не понимаю ну давай вперед уже ну с персиваля взрывом что волосы сдуло что видно что от него может обгореть могли кто-то тоже свою мобилу выбросил всех боеспособных рыцарей находящихся у хрустального дворца это я грей грей джой то что мертво умереть не может не ори давай ты ёб твою мать чё блять медленно жму что ли ты бы хоть пульс у него проверил может он жив еще не может может ему в микстуры в рот накапаешь она вас по ходу при любых ранее них лечь а я понял осудят теперь галахарда а эти двое типа не при делах их там якобы не было да а нет его не за это оставьте вообще не будет и на заседание ничего изи я успею к началу церемонии я вам сочувствую месье а чё ты только ему сочувствуешь остальным персиваль не был так дорог но и соболезнования сейчас мы тут наверно идем какие не ебические зацепки а нам надо узнать кто кто с ним разговаривал деджи какой-то котлы ничего интересного положи их блять ну чё его должен с ними сделать грэйс вы не виноваты в случившемся не терзайте себя но как он был мой наставник мой брат это так но лучше думайте о предстоящей церемонии прочее подождет остается слишком много вопросов алистер я намерен найти ответы мэлори будет отмщен не позволяйте себе размышлять о возмездии мэлори это путь к безумию идемте совет ожидает как он стал наставником с бабским именем в ордене рыцарей непонятно как они не затралили лорд гастингс направляется сюда из штаба компании он хочет лично поблагодарить вас за спасение своей жизни и пассажиров индийская компания перед вами в долгу мэлори более шести веков рыцарь по имени сэр персиваль был нашим братом он видел как гибли королевство более 60 лет вместе возникали другие столь же приходящие шести веков 600 лет что он видел как мир заполняют полукровки и преследовал их без устали нихуя себе он пожил он мог лицезреть все это потому что на нем лежало благословение да он блять наверное динозавров еще по лесу гонял черная вода что бежит по нашим жилам узы что скрепляют орден ковчег хоть не он строил эликсир исцеляющий раны и продлевающий жизнь простым смертным но не дарующий бессмертия теперь понятно фишка ордена себастьян мэлори сэр персиваль мертв да это ж магнета вы его узнали в ордене заведено гендальф блять что даровать рыцарское звание можно тогда когда умирает носитель этого почетного бремени а француз поэтому и не горюет что блять его очень поколение за поколением новые рыцари берут имена своих прославленных предшественников теперь ты персиваль а теперь ты мелори сегодня мы собрались по этому печальному поводу из старой крови а у него даже не было этой штуки грааль родит новую жизнь и так мари шозеф поль и фрош жильберди мутие маркиз далафаэд клянешься следовать заповедям нашего ордена клянешься ли посвятить жизнь борьбе за правое дело ничё у него имя блять в паспорт хуй влезет все с моим сердцем эй же пусть грааль даст тебе жизнь за гранью жизни теперь ты серый страж дай маникюр сходи сделай ёпта если под ногами грязь ты не паладин а мразь с ногтями с им причастием ты навеки связываешь себя с орденом целуй эскалибур отныне этот сосуд будет наполнять лишь твоя кровь чего кровь они кровь свою пьют черная вода тебе поможет использую ее с умом а и все это ему на всю жизнь вот эти блять четыре капли нарекаю тебя персивалем слугой великого короля рыцарем круглого стола встань сэр персиваль и займи свое место за нашим столом блять зачем имена то передавать ну его ебанская процедура у вас ребята стража вынесите тело сибастьяна мэлори из зала заседания и доставьте взгляд и вывалить его нахуй в канаву больше он нам не нужен чё за борода у нас новый персиваль блять жабоед ебаный хе-хе-хе призываю совет к порядку пусть эта страшная трагедия послужит предостережением тем кто не внемлит решением нашего совета покойный сибастьян мэлори погиб вовсе не в сражении с полукровками нет он пал жертвой собственного гонора и безрассудства он пренебрег словами тех кто поклялся отстаивать высочайшие идеалы долгой жертвенности и чего он добился лорд канцлер позвольте возразить разрушил общественные здания поставил под угрозу жизнь граждан нанес бесчисленный урон собственности объединенной индийской компании лишь волею проведения удалось избежать еще больших разрушений а у тебя чё блять их акции что ли какая-то разница наоборот своими самовольными действиями рыцари возможно сослужили врагу большую услугу лорд канцлер слишком суров осмелюсь напомнить что стараниями сэра персиваля удалось добыть ценные сведения всего лишь косвенные улики ничем не обоснованные гипотезы приведшие к ужасной катастрофе не желаю больше об этом слышать при всем уважении лорд канцлер сэр галахат лорд канцлер я тоже потерял друга больше чем друга брата и вы сейчас порочите его доброе имя вам грозит выговор за нарушение субординации сэр рыцарь я прекрасно осознаю свою вину в случившемся но окажись я вновь в подобных обстоятельствах я поступил бы точно так же как хотел мэлори о ебать чё это было благородный сэр господа во встанце атаковали карету лорда гастингса они попали в западню на вестминстерском мосту рыцарь к оружию защищайте гастингса уничтожим безбожных повстанцев сэр галахат это еще не конец кто-то должен ответить за гибель себастьяна мэлори в этом можете быть уверены и что что-то это старый старый дуралей блять мне вообще не нравится вооружитесь вернуться и вызывали там гендальф совсем охерел даже озвучка кстати такая же как в фильме хуенная команда галахат командуйте идем продолжаем идти пацаны трусой трусой там на мосту напали на карету лорда гастингса мы не знаем если выжившие лукан и грейна персиваль за мной лукан и грейна персиваль да тут больше никого и нету блять зачем ты их перечисляешь мог бы сказать рыцари вперед ни хуя тут ни хуя тут на мосту напали на карету внезапно внезапно напали на карету и кто-то здесь успел блять за это время накидать блиндажи и наставить баррикады ни хуя у вас реакция ладно чуваки продолжение следует пишите я думаю что эти мешки с картошкой защитят моего героя пока я толкаю эту речь все адиомидит